Как астрономическая обсерватория имени Энгельгарда отпраздновала свое 120-летие и кто принял участие в мероприятии? Очень нравится и то, что студентов смогли привлечь к этому событию. Вот здесь потрясающе. Новое исследование ученых КФУ. Новый сезон какого проекта стартовал в Елабужском институте КФУ? Я постоянно узнаю чего-то нового и потом рассказываю родителям и родным. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Алина Сафина. Комиссия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации отобрала в программу приоритет 2030 106 университетов из 49 городов Российской Федерации. В их числе оказался и Казанский Федеральный Университет. 21 сентября исполнилось 120 лет со дня открытия Заверной астрономической обсерватории имени Василия Энгельгарда Казанского Федерального Университета. В связи с этим 25 сентября на территории обсерватории прошли праздничные мероприятия. Мероприятие приняли участие Государственный советник Республики Татарстан Минтимир Шаймиев, ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров, заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров, руководитель республиканских министерств ведомств, почетные представители Союза ветеранов космических войск Российской Федерации, Академии и Ассоциации космонавтики России, а также представители научного сообщества «Школьники и студенты». Мероприятие начало из торжественного открытия скульптурной композиции в честь основателей Астрономической обсерватории Казанского университета Дмитрия Дубяга и Василия Энгельгарда. «Самое главное, мы сегодня собрались и созрели к тому, что сегодня будем открывать вам выдающимся шонам друзьям по жизни Дмитрия Ивановича Дубяга и Василия Павловича Энгельгарда». «Благое дело делаем. Это благородство. Мы вписываем прекрасные строки истории университета. Мы с вами все вместе хотим подписать или нет, или что, как угодно, но это делается нами с вами. Задумано и делается. Поэтому огромное спасибо всем вам». Слова приветствия и поздравления с юбилеем университетской обсерватории прозвучали и от ректора Казанского университета Ильшата Гафорова, заместителя министра финансов Российской Федерации Алексея Лаврова, главы Зеленодольского муниципального района Михаила Фанасьева, первого заместителя председателя Центрального совета Союза ветеранов космических войск России, генерала-лейтенанта Владимира Лавласюка. Далее гости проследовали к сцене, где состоялась церемония вручения наград правительства Республики Татарстан и фонда возрождения Республики Татарстан. «Я благодарен всем тем людям, которые сохранили данную территорию и сегодня делают все, чтобы здесь наша обсерватория получила новое развитие. Вот только что открывая памятник Дубяга и Энгельгарду, Матимир Шарипович сказал, что мы сейчас работаем над номинацией кручения данной территории в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это будет говорить, что обсерватория станет музеем под открытым небом, и все, что здесь имеется на сегодняшний день, будет сохранено на века». Памятными именными медалями, посвященными 60-летию первых космических полетов Юрия Гагарина и Германа Титова, были награждены Государственный советник Республики Татарстан Ментимир Шаймиев, ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский и проректор по хозяйственной деятельности Ленар Сафиолин. Далее состоялось долгожданное открытие многофункционального выставочного павильона научно-просветительского центра КФУ в области астрофизики и естественных наук «Астропарк». «Таких объектов, где на одной территории расположена действующая астрономическая обсерватория, это очень важно. Здесь есть действующий телескоп, участвующий в научных программах, в том числе международных планетарий, совмещенный с этой обсерваторией, современнейший в России и один из самых современных в мире. Создан на наших глазах объект, это значимый этап развития Казанского федерального университета». Для студентов и школьников были организованы концерты с участием коллективов художественной самодеятельности КФУ, гоночные соревнования, квадрокоптеров, демонстрация полнокупольных фильмов планетарий КФУ, выставка оптических телескопов и многое другое. Елизавета Никитина, Андрей Багудзинов, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с ведущим научным сотрудником научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины ИФМИП и научным руководителем проекта победителя гранта Министерства науки и высшего образования России Олегом Гусевым. Встреча прошла в онлайн-формате. В минувшие выходные в рамках акции «Лес Победы» возле общежития номер один состоялась высадка деревьев. Организатором выступил Казанский федеральный университет. Ученые Казанского федерального университета первыми в мире раскрыли влияние мицелл на гидратообразование. Исследование выполнено в рамках грантовой поддержки Российского фонда фундаментальных исследований ресурсы Арктики. В чем уникальность исследования, выяснил наш корреспондент. Существует такой класс химических соединений, которые называются поверхностно-активные вещества. По-другому – ПАВ. Эти соединения используются, например, в косметологии и бытовой химии. Так, при определенной концентрации в растворе ПАВ объединяются в большие группы, состоящие из нескольких молекул. То есть мицеллы – это микрочастицы, которые образуются в растворе поверхностно-активных веществ. Ранее исследования российских и зарубежных ученых показали, что вот это образование мицелл, оно только ускоряет процесс гидратообразования. И вот эти молекулы, которые могут образовывать мицеллы, их, значит, решили использовать для того, чтобы, наоборот, стимулировать процессы образования газовых гидратов. Это твердые вещества, в которых газ в воде, значит, содержится. Исследования казанских ученых на основе нового класса соединений водорастворимого полиуретана показали, что, наоборот, образование мицелл позволяет сдерживать процесс гидратообразования. Отметим для ясности, многие компоненты природного газа в соединении с водой образуют газовые гидраты. Это твердые кристаллические вещества, которые напоминают спрессованный снег. Это важно, когда мы работаем с нефтегазовыми месторождениями на крайнем севере, в Арктике. Там очень суровые условия, и при этих условиях, при добыче, могут образовываться эти газовые гидраты и блокировать, значит, скважины, блокировать трубопроводы, что может приводить к аварийным ситуациям, к выбросу и разрушению, значит, соответственно, вот этих транспортировочных узлов. И это очень сильно влияет на экологию. Работу ученых приоритетного направления «Эко-нефть» опубликовали в высокорейтинговом журнале «Chemical Engineering Journal». В Казани, в КФУ, у нас есть лаборатория газовых гидратов, которая оснащена очень серьезным современным оборудованием. На нем мы проводили, значит, экспериментальные исследования. Также в ходе этой работы у нас были партнеры из Ирана, из Германии, которые нам также помогли сделать именно теоретическую часть, расчетную часть. В дальнейшем на основе имеющихся находок ученые КФУ будут использовать процесс метелообразования для получения новых классов реагентов. Это фундаментальная работа, которая представляет интерес не только для Казанского университета, но и для всего мирового сообщества в области этих исследований. Джимми Небаева, Александр Кузнецов, Универтньюс. В КФУ возобновил работу колл-центр по вопросам здравоохранения. Работники центра занимаются мониторингом здоровья. Позвонить можно по будням с часу до трех. Телефон горячей линии 206-5507. В Елабужском институте КФУ стартовал новый сезон проекта «Детский университет». Как прошло открытие и что ожидает юных студентов во время учебного года, узнаем в следующем сюжете. «Детский университет» — это образовательный проект Казанского федерального университета. Он начал свою работу в далеком 2011 году и сейчас открывает свои двери для юных студентов уже в одиннадцатый раз. В день открытия учащиеся младших классов местных школ смогли принять участие в научном шоу, после чего отправились на занятия. В свой первый день в статусе студентов Елабужского института ребята познакомились с миром профессий, а также посетили урок по компьютерной графике. Для юных студентов был подготовлен и практический мастер-класс, во время которого они изготовили открытки к предстоящему празднику — Дню Учителя. Тематика занятий в детском университете охватывает широкий спектр дисциплин. История, право, математика, химия, физика, астрономия и ряд других. Хожу каждый раз на детский университет, потому что мне интересно, и я постоянно узнаю чего-то нового, и потом рассказываю родителям и родным. В течение всего года ребята ожидают увлекательные занятия, которые будут проходить на территории студенческого кампуса и университетской школы с участием профессоров и доцентов Казанского федерального университета. Посещать занятия могут все желающие абсолютно бесплатно. Роберт Хасанов, Айдар Нурмиев, Универньюз. На этом все. В студии была Алина Сафина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!